МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Следователь» с вами Александр Афонин. Сегодня в выпуске. Дорожно-транспортное происшествие. Спешка и невнимательность водителей повлекли за собой причинение вреда здоровью пешеходов. Не заплатил налоги. Следователи обеспечили полное возмещение крупного ущерба, причиненного бюджетной системе. Заработная плата. В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации. В Брянске перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью прохожих. По делу в качестве обвиняемых привлечены оба водителя, в результате столкновения автомашин которых пострадали люди. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 22 сентября 2023 года на регулируемом перекрестке улиц Никитина и Пушкина в Ладарском районе города Брянска. Водитель автомобиля «Киа Сит» после дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «Ниссан Альмера» выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов, один из которых оказался трехлетним ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкие. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Дубровского района, директора коммерческой организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Почти два года с декабря 2020 года директор организации, занимающейся в Рогнединском районе Брянской области выращиванием зерновых культур, производил расчеты с кредиторами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. От налогообложения сокрыто более 3,5 миллионов рублей. Сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Брянской области. Благодаря своевременно принятым следователям Следственного комитета России мерам уголовно-процентального характера недоимка погашена в полном объеме в ходе предварительного следствия по делу. Расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. С марта по июнь текущего года руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало зарплату 44 работникам. Предприятие расположено в Дядьковском районе Брянской области и специализируется на производстве кирпича. Указанные действия привели к образованию задолженностей перед работниками в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Преступление выявлено органами прокуратуры Брянской области. По уголовному делу организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств невыплаты зарплаты и устранения задолженностей перед работниками. Благодаря принятым следователям Следственного комитета мерам процессуального характера в настоящее время большая часть долга по зарплате погашена. Расследование продолжается. Жителю Московской области предъявлено обвинение в совершении убийства в 2003 году в городе Брянске. Региональным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели жителя города Брянска и нападения на его знакомую в ноябре 2003 года. Благодаря совместной работе следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников уголовного розыска удалось установить обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение нападавших. Выяснилось, что один из нападавших скончался в 2015 году, а другой в настоящее время проживает в Московской области. При силовой поддержке бойцов подразделения Росгвардии по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний житель Московской области. Задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на него. Обвиняемый на допросе свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. В ходе проведения других следственных действий установлено, что нападение произошло ночью 19 ноября 2003 года. Обвиняемые со своим знакомым шли по улице Молодой гвардии в Бернском районе Брянска и, по всей видимости, искали приключения. Поравнявшись с двумя прохожими, они напали на них в целях хищения имущества и избили металлической трубой. От полученных травм потерпевший мужчина скончался на месте происшествия, а женщина выжила благодаря действиям другого прохожего. Он пресек противоправные действия нападавших и вызвал оперативные службы. Фигуранты уголовного дела с места происшествия скрылись. Задержанные в настоящее время находятся под стражей. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова